В этом видео ты узнаешь, с чего начинать свой путь новичку в инвестициях, куда вообще инвестировать, потому что вокруг столько инструментов, крипта, акции, фанда, бизнесы, недвижимость, квартиры, земли, столько всего на самом деле, NFT какие-то были, арбитраж какой-то людям рассказывают, про что только не рассказывают на самом деле, такой хайп вокруг этих всех инвестиций и вопрос, а как новичку во всем этом разнообразии просто разобраться и не попасть, конечно же, на уловки маркетолога, маркетологов, мошенников, псевдоэкспертов, дилетантов и так далее, потому что в основном все люди наступают на одни и те же грабли, без остановок. И в этом видео я поделюсь своим 14-летним опытом, куда инвестировал я, с чего начинался мой путь и как делать стоит, как делать не стоит, исходя из моего опыта, исходя из тех граблей, которые я понасобирал, того опыта, который я себе приобрел, просто оплатив его, потому что жизнь нам выставляет очень большой чек за тот опыт, который мы получаем. Но на самом деле скажу, что весь опыт, который я проходил, даже негативный, потому что был и положительный, и негативный, это в любом случае у всех такое бывает в инвестициях, негативный опыт нас очень сильно закаляет, он делает нас сильнее, считаю, что это самый лучший опыт, потому что он показывает, как делать не надо, потому что людей вроде вот так бьет, бьет об одно и то же место, смотри, вот так делать не надо, так делать не надо, но человек все равно идет там по финансовым пирамидам каким-то ходит, например, инвестирует и никак не может осознать. Пока его совсем сильно не ударит, только тогда он начинает понимать, у него глаза открываются, голова включается, он такой, а, осознал, все, больше так не буду делать. И все, идет уже нормально, уже ошибку эту не совершает. То есть на самом деле ошибки очень хорошо у нас куча. И хочу рассказать, с чего я начинал. Я в свое время вообще начинал еще в 18 лет откладывать деньги, сначала просто откладывал в доллары. То есть с чего начинать новичку? Первое, самое главное, наверное, это сначала прочитать книги, прочитать хотя бы несколько книг, не надо читать всю литературу по финансам, по деньгам, по инвестициям, ни в коем случае, потому что ошибетесь, очень много псевдоэкспертов тоже на этом рынке есть. Они пишут какие-то книги, учат людей инвестировать вот только так и никак иначе. И люди ошибаются на их стратегии, потому что у каждого свое мнение. Сколько людей, столько и мнений. Поэтому первое, с чего нужно начать, с книг, и только не со всех. Я бы, наверное, порекомендовал по любому классику, если есть время прям почитать и богатый папа, бедный папа, обязательно почитать квадрант денежного потока. Просто перед квадрантом лучше все-таки прочитать и богатый папа, бедный папа, потому что это, ну, хотя бы будет понимание, что там в квадранте, там как продолжение, но там очень серьезные мысли донесены. Плюс обязательно, это как Библия по финансам, по инвестициям, по всему абсолютно, по управлению деньгами, это самый богатый человек в Вавилоне. Вот такие книжки нужно читать. Сам богатый человек в Вавилоне, этот, можно еще прочитать книжку, там, Думай богатей, ну, это уже больше о заработке. Вот, поэтому книги есть. Ни в коем случае не надо читать в основном книги русских каких-то писателей про инвестиции. Я вот максимально вам не рекомендую это делать. Прочитайте вот эти пока книги «Сам богатый человек в Вавилоне», «Богатый папа, бедный папа» и «Квадран денежного потока». Да вам будет вот достаточно, чтобы начать вот новичку грамотно инвестировать, хотя бы как-то двигаться. Это первый этап. Второй этап – это научиться откладывать деньги. Любая финансовая грамотность, любой курс по финансовой грамотности, любая книжка говорит нам одно и то же. «Откладывай от каждого своего дохода 10% и инвестируй». Так вот, очень многие ошибаются, говорю по опыту, даже по работе с клиентами. Через меня тысячи человек прошло. Очень у многих как раз-таки самый затык вот именно в этой базе – откладывать, просто банально откладывать 10% от каждого дохода. Поэтому второе, что нужно новичку делать после чтения книг – это откладывать, откладывать, откладывать. Вот помню, как я 18 лет начинал зарабатывать свои первые деньги, очень хорошие деньги зарабатывал и откладывал. Говорил своим родителям – складывайте мои деньги в доллары. Покупайте доллары и откладывайте, складывайте. Я буду копить только в долларах. Я еще не знал, что вообще инвестиции, куда там инвестировать, что там делать. Вот, только потом, когда пошел работать в найм, там уже я понимал, начал что-то изучать. Думаю, так, надо же деньги куда-то, чтобы они работали, надо куда-то вкладывать. И тут такое предложение, сейчас еще больше предложений на рынке, тогда столько не было всего. Я думаю, так, а что, куда можно вкладывать? Сначала первая моя инвестиция была – это бизнес моей мамы. То есть я туда, я заработал на работе полмиллиона рублей, тогда это были большие, очень большие деньги. Я дал их маме, говорю, давай, там, купим товары тебе, расширим магазины, бизнес там, туда-сюда. И все, мы закупили эти товары, обожглись там с Китаем с этим, из Китая привезли просто… Вот это первые ошибки в инвестициях, на самом деле. Инвестировал в бизнес, вроде все было окей. Через суперхороших знакомых, там, через одно рукопожатие, там, партнер, который в Китае, он все сделает красиво. Привезли в итоге вместо товара, часть товара и плюсом соль, по-моему, была соль и рис или что-то такое. Просто пачки там с солью и с рисом, по-моему, были вместо товара. Вот что было. И такой просто был удар, на самом деле, бац, и вообще не понимаешь, вроде первые деньги свои вложил, сразу первый блинкомом, как говорится. Поэтому вот моя первая инвестиция была. Потом дальше я шел дальше, я понимал, что ага, деньги снова появляются, откладываю, 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 надо куда-то инвестировать. То есть, на самом деле, вот пришлось пройти все. Потом, значит, я попадаю вообще в МММ в 2011 году, попадаю просто в пирамиду финансовую. Причем я понимаю, что это какая-то схема, но я хочу разобраться. А как это устроено, а как это работает, чтобы понять всю эту кухню, думаю, ну там же кто-то зарабатывает и кто-то теряет. Вот, и многие из-за этого и бегут в пирамиды, типа, ну я-то там заработаю. Лучше, на самом деле, вообще не рекомендую этого делать, связываться с пирамидами. Но если кому-то для опыта надо, только маленькие денюжки туда можно положить, маленькие, проверить, что ай, ой, потерял. Все понятно, как работает, все больше играться не буду. А не нести туда с головой, как говорят, на всю котлету заходить. Ни в коем случае. Я туда положил маленькие деньги, потерял их, конечно, и понял, ага, все понятно, как это работает. Потом дальше начал изучать дальше какие-то другие инструменты инвестиций. Там пришли бинары, форекс, матрицы, псевдофонды. Это тоже, я считаю, все финансовые пирамиды на самом деле. И все вот это я такой щупал, 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 там потерял, там потерял, там потерял, там где-то заработал, там потерял, заработал, потерял. И какие-то такие крысиные бега в инвестициях. Не понимаешь, а как они вообще устроены, а как они работают, никто нигде не учит. Это сейчас каждый второй учит, и то вопрос, чему учит, тоже не тому. Поэтому новичкам нужно быть осторожным. Кстати, у меня есть мое обучение, я специально его создавал для того, чтобы люди не ходили к каким-то псевдоучителям, псевдоэкспертам. Кому нужно понять, разобраться с этим инвестиционным рынком, здесь в описании будет обязательно ссылка, кому нужно, забирайте. Вот, и дальше что я делал? То есть я на эти все штуки попадал, но у меня был запрос, а как начать грамотно инвестировать? Да, я там доллары складывал, везде деньги раскладывал, где-то какую-то земельку подкупил себе, там квартиру, значит, купил, туда, сюда. Но надо куда-то дальше, надо инвестировать. Я без остановок это все изучал. После Форекса уже появилась крипта в то время еще, фонда, акции, пробовал и там, акции какие-то взял и в крипте, крипту какую-то взял. Еще, когда еще не было вообще, никто не знал о крипте, еще такое понятие было, как баунти-компании. Я зарабатывал бесплатно криптовалюту. Потом появлялись ICO эти первые, когда можно там инвестировать и как бы тебе начисляют эти монеты, там, криптовалюту. Но я на самом деле их бесплатно добывал за счет вот этого баунти. Это реклама просто каких-то проектов новых. И что я только не делал, на самом деле, везде, везде, везде пробовал. И хочу сказать, что следующий шаг после книг откладывать, третий шаг, третий шаг. Это нужно пробовать, инвестировать во все, но только по стратегии. Только по стратегии. Рассказываю о ней в своем телеграм-канале. У меня есть стратегия 80 на 20. Это просто выверена она моим 14-летним опытом. Она работает просто как швейцарские часы. 80% я инвестирую только в надежные консервативные инвестиции. Это могут быть земли, недвижимость. Сейчас нужно быть аккуратнее с недвижимостью. Это не просто квартиры. Просто многие путают недвижимость, инвестиции в недвижимость и квартиры. Поэтому только консервативные, это могут быть страховые компании, это могут быть управляемые фонды, какие-то фонды, пифы и так далее. Это все консервативные инвестиции. А 20% вот они пробовать на игрушки. Если новичок сейчас откладывает, третьим шагом нужно пробовать все, но только на 20% от тех денег, которые ты выделяешь под инвестиции, под свое будущее, создание своего капитала. Микрофон проверил, работает ли у нас микрофон или нет. А то думаю, столько говорю уже. И что получается? Это значит третий шаг. Ни в коем случае не на всю котлету, иначе просто обожгетесь, просто ошибетесь. Поэтому новички, слушайте меня внимательно, на самом деле. Ну, конечно, я знаю, что не все послушают кто-то. Кому-то нужно собрать эти все грабли, как собирал я. Потому что тот, кто собирает много граблей, он уже может делиться с другими. Он знает, как не надо делать. Вот сюда не ходи, сюда не ходи, сюда не ходи, снег в башка попадет. Вот так вот делай, так делай, будешь богатым. Вот и все просто. Когда человек с опытом, естественно. Поэтому это был третий шаг. Я попробовал все. И пробуйте все только на маленькие деньги. Потому что разбираться нужно во всем. Не нужно быть фанатиком, как многие люди. Например, какой-то кто книжку написал там, какую-нибудь, какой-нибудь русский инвестор написал книжку. Надо инвестировать только в индекс S&P 500. Больше никакие стратегии не работают. Все это чушь собачья. Никто никого не обгонит. Никто, ни один портфель не обгоняет, ни один инвестор не обгоняет индекс S&P 500. Не верьте в эту чушь, которую, блин, кто-то написал. Ну, господи, это реально смешно, этот цирк просто. Есть много фондов, которые, блин, имеют лицензии там от финансовых регуляторов, которые работают просто по 30, по 40, по 50 лет. И показывают динамику лучше, чем индекс S&P 500 тот же. Поэтому просто вот эти сказки. И, кстати, слышали ли про эту сказку, про этот миф? Пишите в комментариях тоже. Обязательно оставляйте комментарии, оставляйте обратную связь, чтобы я понимал, что я не просто с камерой общаюсь. А с вами, с живыми людьми. Вот, поэтому следующим шагом, после этого всего, когда человек начинает пробовать, обязательно найти себе ментора, найти себе наставника. Заезженное это слово наставник, оно уже просто вот так бесит всех. И меня в том числе. Потому что, ну, просто испортили это слово уже. Ментор, тот человек, который уже там, куда вы хотите прийти. Вот для новичка это очень важно. Найти того человека, которому уже там. Не псевдоэкспертов, дилетантов, которые кричат в интернете, я зарабатываю на крипте, у меня ламба там. Сфоткался он, где-то рядом, подошел с этой ламбой или взял в аренду. Они так постоянно делают. Просто я смеюсь. В один голос просто всегда мы со специалистами смеемся. Они, к сожалению, так делают. Это надо для рекламы, для маркетинга. Не верьте в рекламу, в маркетинг, в успешный успех, в красивую картинку. Просто посмотрите, как люди живут. Последите за человеком. Как он живет, чем он занимается. Вообще на самом деле, на самом деле его жизнь. Посмотрите. И посмотрите, насколько он экспертен. Какие он слова говорит. Во в чем он разбирается. Или он только про крипту свою топит. Биток будет расти. Биток будет расти. И там все нормально. Ребята, крипта. И все. И он больше ничего не знает вокруг. А когда специалист реально в этом разбирается, тот ментор, который вам нужен, который там уже, который создал капитал, который живет на пассивный доход, путешествует, проводит время с семьей, свободный человек, богатый человек, его видно. Он себя ведет, как правило, спокойно. У него все окей, как бы. Вообще на самом деле. И поэтому найдите себе такого ментора, который там. И он покажет этот путь. Он покажет, как проще туда прийти. Вот то же самое. У меня сколько клиентов, которым я это показываю. Вот эти обучения создают для кого? Для вас. Чтобы вы просто заплатив какие-то маленькие деньги. Люди, я смотрю, и смеюсь все время, мы обсуждаем с финансистами. Я говорю, посмотри, люди теряют сотнями тысяч рублей, миллионами тысяч рублей, сотнями тысяч долларов. Там даже миллионами долларов теряют. И жалеют заплатить там 10 тысяч рублей за обучение, 100 тысяч рублей за сопровождение, или там 300 тысяч куда-нибудь за какой-нибудь обучение, сопровождение. Им жалко заплатить какие-то маленькие деньги, а теряют они просто огромные. У нас даже есть трансформационная игра одна, которую мы проводили очень часто. По типу, по типу этого, кэшфлоу. Вот. И только там, но она еще доработана, под современный рынок, под современный реалик. Как это все устроено. И получается, что там мы показываем людям, ну возьми ты эту финансовую грамотность. Ну вот финансовая грамотность, пожалуйста. Вот карточка финансовая грамотность. Возьми ты финансовую грамотность. Люди, ну зачем мне финансовая грамотность? Зачем она мне? То есть зачем человеку курсы по финансовой грамотности? Они ему типа не нужны. И потом он идет и теряет деньги. Это жизнь. Лучше уж, блин, реально просто становиться вот сюда лучше. Первым делом еще сюда надо вкладывать. Поэтому я сказал, первый шаг это книги. Вот. И дальше уже человек, когда это все пробует, обязательно ментора себе находит какого-то проводника в этот мир инвестиций. Как реально создать капитал, как реально прийти к пассивному доходу. А то все рассказывают вокруг про пассивный доход. Кого только не послушай. У бизнесмена в бизнесе пассивный доход. Хотя он 24 на 7 в своем бизнесе. У человека, который сдает квартиру в аренду, у него тоже пассивный доход вдруг откуда-то появился. Он бизнесом занимается. Это сектор бизнеса вообще. Это ни в коем случае не сектор инвестиций. Просто когда ты квартиру сдаешь в аренду. Да, через управляющую компанию, когда они сдают, вот вроде пассивный доход, ничего не делаю, вот пассивный доход. В любом случае это сектор бизнеса. Как ни крути. Вот. Что дальше? Плюсом, где про пассивный доход? В крипте уже разговаривают про пассивный доход. В пирамидах постоянно обещают людям пассивный доход. Блин, в MLM-маркетинге, в сетевых компаниях обещают пассивный доход. Ребята, это не пассивный доход. Пассивный доход. Мало кто разбирается, что такое на самом деле пассивный доход. И где его можно получить. Пассивный доход есть в управляемых фондах, В накопительном инвестиционном страховании Там есть пассивный доход Когда фондами управляют В фондах есть пассивный доход Вот есть фонд, им управляют, все делают Или там дивидендная стратегия Например, вы взяли каких-то акций, там, облигаций У вас есть дивидендный или купонный доход Это тоже про пассивный доход У вас есть активы, они лежат Вы вообще ничего не делаете Вы к этому привязаны только вот то, что вы купили Эти активы, ценные бумаги Все, остальное вам просто платят купоны или дивиденды И вы имеете пассивный доход Вот это пассивный доход А если вы как-то там завязаны Если вы там торгуете, трейдите, акции купил, акции продал, крипту купил, крипту продал, да нет никакого там пассивного дохода. Просто не смешите людей и не верьте вот этим вот дилетантам, которые так говорят. Вот, поэтому это четвертый шаг, найти ментора, тот, кто уже там, будет проще, легче туда дойти. Вот те грабли, например, которые я там сотни граблей собрал, тот, кто идет со мной, например, мой клиент там, он проходит просто без этих граблей. Да, он где-то ошибается, ему все равно хочется поиграться, у него все равно есть эмоции, азарт какой-то, он куда-то все равно засунет, вот засунет свою денежку. Там, как мне клиент звонил, говорит, Дим, блин, попал я, да, да, позвонили, да, рассказали, сейчас на Тесла заработаю, вот 10 тысяч баксов потерял. Красавчик, че, ну, хотелось ему поиграться, ну, купил опыт, молодец. И вот так все время покупают опыт, не верьте вот этим всем супер успешным, завтра ты долларовый миллионер, вот тебе 10, 20, 30 процентов в месяц, как в финансовых пирамидах. Вот завтра эта крипта будет X100, X10, X100, эти X, 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 вот это вот придумали. Сложный процент вам даст X в надежных инвестициях, просто время поднимает капитал, а не вот этот доходный, за который все гоняются. Очень важный шаг, наверное, давайте его отдельным пятым выделим, не гоняться ни в коем случае за доходностью. Пробовать все новое, но не гоняться за доходностью. Не надо вестись только на высокие доходности. Там, где высокие доходности, там выше риск, выше риск. И поэтому люди-то и теряют, потому что они всегда идут на повышенный риск, они всегда приближаются примерно к 100 процентам потери денег. Потерять деньги, потерять деньги, потерять деньги, потерять деньги, это азарт, азарт, азарт. Я про это отдельно рассказывал, отдельно у меня YouTube видео есть, отдельно я аудиоподкаст, Telegram канал записал, поэтому слушайте, смотрите, не ошибайтесь. Вот, дальше что? Потом уже под мой запрос приходили другие совершенно люди, когда у меня был запрос, а как реально найти вот этот настоящий пассивный доход, как создать капитал. Вот тогда я притянул этих менторов, которые мне начали обучать, и ходил на разные закрытые тренинги, обучение по инвестициям, по финансовым рынкам. И дальше уже я пошел профессионально-профессионально обучаться с одним из инвестиционных консультантов в Соединенных Штатах Америки, у которого есть лицензия от FINRA, это финансовый регулятор очень сильный, который контролирует деятельность финансового консалтинга просто во всем мире. Я у них проходил сертификацию, и тут я понимал, вот они, вот они профессиональные знания, то есть дальше уже путь получать профессиональные знания. Но сначала вот базу, которую я дал, с чего начинать новичку. Надо дойти вот по тем шажочкам, и очень важно, когда мы доходим до шажочков уже куда-то денежки раскладывать, что-то делать, только 80 на 20, помним стратегию 80 на 20, только 20% мы во все подряд вот в это пробуем, 80% надо куда-то консервативно складывать. Если не знаете, куда, сначала просто наличные доллары, может быть, земли покупать, ну что-то очень консервативное, если денег хватает. Либо просто складывать, искать варианты. Если нужны варианты, нужна помощь всегда, можете записаться ко мне на консультацию. Если моя консультация будет для вас дорого, недоступна, тогда я вам подберу специалиста, который будет вам по бюджету. Вот поэтому пишите, не стесняйтесь, заходите на сайт, оставляйте заявки, смотрите там курс. И следующий момент, когда человек начинает инвестировать, новичок, ну не верьте вот вы этим всем псевдоэкспертам, которые вас просто затягивают куда-то вечно схемы и пирамиды, пойдите сами лучше сделайте. Вам когда говорят про крипту, ну не надо бежать кому-то деньги там переводить скорее, вот он у меня сейчас криптой будет заниматься. Ни в коем случае физическим лицам не отдавайте деньги, всегда проиграйте, всегда, в 100% случаях. Если вы отдаете другу Васе трейдеру или соседу Пете, который в крипту инвестирует, вы 100% останетесь без денег. Не 99, 100%. Поэтому такая стратегия просто проигрышная. Поэтому когда идете инвестировать, хотите крипты, научитесь, зайдите на YouTube, столько всего уже создано, столько всяких разных инструкций, всего я, наверное... Кстати, напишите мне в комментарии, пожалуйста, все, кто досмотрит до этого момента, все, кто... Все, кто... Ну, именно досюда, в общем, досмотрит, напишите мне в комментариях, нужно ли сделать такие инструкции. Инструкции именно для тех, кому надо вот самому что-то научиться, там, инструкции, как покупать крипту, как на бирже зарегистрироваться. Потому что вы можете это найти, по сути, в интернете, зарегистрироваться там на бирже сами на какой-то криптовалютной и купить крипту. Или Telegram сейчас сделал, я хочу отдельное видео, кстати, записать про Telegram, что они сделали кошелек внутри прям Telegram, и вы можете спокойно покупать крипту, просто кнопочку нажали, тон купили, там, Telegram, этот токен, и все. Поэтому на это тоже можно, по сути, делать инструкции, если это необходимо вам, пишите в комментариях. И поэтому сами можете купить крипту, не надо никому ходить, сами научитесь, это очень просто, если хочется, купите через Telegram, купите через биржи криптовалютные. Если вы хотите акции, не надо, опять же, никому деньги отдавать или верить, что надо кому-то деньги перевезти, сами откройте себе какой-то брокерский счет. Сейчас все доступно, каждый банк у нас практически брокер, но откройте вы брокерский счет. Если у нас морозят зарубежные активы, ну, купите вы российских акций каких-то, каких-то активов. Уже какие покупать? Естественно, я не буду вам сейчас здесь раздавать инвестиционные советы какие-то, это все на консультациях, это все в моих закрытых каналах, там, это вы уже, вы должны с профессионалами работать, чтобы вам объясняли. А если сами поиграться хотите на эти 20%, ну, откройте реально у брокера какого-нибудь более-менее надежного, ну, сами подумайте, какой-нибудь Газпромсвязь МАЗ Петбанк там какой-нибудь, ну, наверное, будет ненадежный, потому что, ну, что-то какой-то неизвестный. Такие не ходите, даже если там суперсладкие условия, не ведитесь на суперсладкие условия. Первое, что важно знать, понимать, это надежность, как можно надежнее нужно это делать. Поэтому, там, тот же Сбер, например, я не рекламирую Сбер, но просто, ну, наверное, это какой-то госбанк, как бы там, наверное, скорее всего, он меньше вариантов, что он кинет. Да, кидали, было такое там в 90-х, но меньше вероятность, что он кинет, чем какой-то маленький коммерческий банк. Возьмите какой-то крупный банк, другой. Не знаю, вот Тинькофф многие любят, но я бы, не знаю, я не рекомендовал бы, наверное, потому что тоже непонятно, что с ним может быть, слишком какой-то там хайп большой. Вот, поэтому просто я к тому, что возьмите, сами зарегистрируйтесь на бирже, например, какой-то купите криптовалюту, или в Телеграме прям купите криптовалюту, или брокерский счет себе откройте у какого-то крупного банка, или у какого-то крупного брокера в России, или где-то за рубежом, если у вас есть возможность. Но это в основном возможность только там через финансовых консультантов или специалистов, ну, которые вам могут помочь открыть такой тип счета. Вот, такой счет за рубежом. И покупайте сами активы. Вот новичкам, что я хотел бы, наверное, порекомендовать. Не вестись вот на все подряд. 20% только там. Играйтесь вот туда, ведитесь на то, что вам поют вот эти маркетологи, эти продажники, эти рифоводы, там, пирамидозники все эти. Ай, давай, криптовалютчики, трейдеры, которые вам сейчас я тебя научу, завтра будешь миллионером. Маленькие деньги, маленькие деньги с ними пробуйте. Они любят еще завлекать так, что вы маленькие отправляете, они вам покажут какую-нибудь классную картинку, динамику, или если это еще левый сайт, они вам нарисуют любую вообще цифру. И потом они говорят, давай, теперь надо большую сумму. Вот когда вам говорят, давай, давай, добавляй, давай, давай, добавляй, то тогда, скорее всего, попали на мошенников, и вас разведут просто, вы потеряете большую сумму денег. Вот, поэтому с этим нужно быть осторожным. Если инвестировать, то в реальные активы, чем в какие-то вот непонятные схемы. Непонятные схемы всегда только можете разобрать с финансовым консультантом, с профессионалом на рынке. Будьте аккуратны, новички, потому что финансовые консультанты, сейчас их очень стало якобы много, многие себя называют финансовыми консультантами. Недавно прогремела пирамида, Сенсера, там, Systems, S-Group, и там они себя называли финансовыми консультантами. Life is good была пирамида финансовая. Там себя называли финансовыми консультантами. Abba Marketing, там себя называли. Они себя везде называют. Новые пирамиды на недвижимости сейчас тоже там себя финансовыми консультантами называют. Блин, вот это бич нашего рынка на самом деле. Псевдоэкспертов слишком много, поэтому я эту фразу постоянно употребляю чуть ли не в каждом своем видео, потому что они ходят просто с косой у нас на рынке, метут вот так, стригут просто вот этих вот баранов, которые так называются, вот такой сленг есть, есть медведи, быки, бараны, есть хомячки на криптовалютном рынке, есть такие понятия. Так вот, людей, к сожалению, как баранов загоняют в стойло и стригут. Вот они делают это просто, ну, просто мошенники, я не знаю, как по-другому сказать. Вот, поэтому не ведитесь вот на всю эту историю, лучше делайте сами, ищите действительно настоящих специалистов. Вы знаете, к кому всегда обратиться, можете обратиться, я вам помогу. Если не я, есть другие абсолютно специалисты, которых я могу вам порекомендовать. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, мне очень важна ваша обратная связь. И мы с вами увидимся в следующем видео.